Добрый день, меня зовут Тетейв Дмитрий, я преподаватель истории в Озёрском государственном колледже искусств. И сейчас, после 10 лет работы, меня хотят уволить по волчьему билету за мои политические убеждения. Я бы рекомендовал досмотреть этот ролик до конца, потому что он может касаться и вас. И если вы хотите мне помочь, то в конце я отвечу на вопрос, как это можно сделать. Десять лет я преподавал в Озёрском государственном колледже искусств. За эти 10 лет у меня есть целая папка благодарностей как от руководства этого учреждения, так и от многих других учреждений нашего города и даже области. Все эти 10 лет я не имел ни одного дисциплинарного, ни замечания, ни выговора. Работу свою выполнял всегда добросовестно. За эти 10 лет я учил студентов думать, и это, пожалуй, самое главное из того, чем я там занимался. Кто смотрит наш канал, наверное, в курсе про ту ситуацию, которая сложилась у меня на работе. Кто смотрит наш канал, те знают, что я ни разу не обращался за помощью и всегда вскользь рассказывал об этой ситуации. Потому что считал, что как взрослый человек я вполне способен с ней справиться самостоятельно. Я коммунист и никогда не скрывал своих политических убеждений. Если мне задавали вопрос в лицо, я всегда отвечал честно. Потому что носить звание коммуниста – это гордость. Этого не нужно стесняться, потупив взгляд в землю или говорить шепотом. О том, что я коммунист, знают все. И мои студенты знают об этом тоже. В ВКонтакте я публикую материалы у себя на странице. У меня есть канал. С тем, что я говорю хорошо о советском прошлом. Именно хорошо. Критикую мелкобуржуазное мировоззрение. Критикую уропатриотизм. Говорю о истинной сущности Великой Отечественной войны. Об эксплуатации идеи Великой Отечественной войны сейчас в рамках пропаганды. Говорю о том, что эта победа была социалистической страны над капиталистической. Это не нравится доносчикам. Это не нравится моему руководству. В июне 2021 года на меня был написан донос. И как иначе я это назвать не могу. На основании доноса началась проверка. Высокое руководство убеждало меня в том, что оно будет проведено с целью установления объективной истины. И я действительно в это поверил. Но в сентябре обстоятельства объективно доказали мне обратное. Цель была вынести мне выговор. И это было сделано. И донос, о котором я говорил выше, который послужил причиной, он связан исключительно с моими политическими мотивами. Хотелось бы отметить, что сразу же после того, как я вышел в отпуск, мне позвонили из МВД. Доносчик постарался и там. Понятно, какая статья, разговор про что, разговор про экстремизм. Но, как вы видите, я не подлежал ни административной, ни уголовной ответственности. Потому что в моих действиях состава ни административного правонарушения, ни уголовного не нашли. Но и это было не все. Как только у администрации не получилось меня уволить, доносчик написал новый донос. И я вновь входил опять же в МВД по тем же самым вопросам. После выговора мне было вынесено еще замечание за несвоевременное заполнение бумажного журнала. После этого мной были поданы три заявления в прокуратуру. Формально проверка была проведена. Формально были вынесены ряд предписаний. Но, по сути, никакой ответственности руководство не понесло. Осознавая свою собственную безнаказанность, и опьяненные этой своей безнаказанностью, они продолжили действовать. В декабре моя семья, а потом и я тяжело заболели. Весь декабрь я находился на больничном. Мне кажется, что мое руководство очень надеялось, что в январе я не выйду на работу. Я напишу заявление после того, какое оказывалось на меня давление. Или я буду отстранен от работы, потому что у меня нет прививки. Но получилось иначе. Была предоставлена справка о том, что у меня медотвод на месяц. И были предоставлены больничные листы. Это послужило началом продолжения давления в отношении меня. Сегодня меня уведомили о том, что я должен дать пояснение по ряду каких-то формальных вопросов. Там заполнение журнала, прохождение программы. Огромная докладная, написанная на меня, внимательно педантично составленная, послужила причиной составления этого уведомления. На открытый вопрос к директору праздниковой Ольге Сергеевне «Хватит миндальничать, скажите в лицо мне, что вы хотите меня уволить». Она сказала, что ее интересует только объективность. Ну, как и в прошлый раз. Я думаю, вы понимаете, у меня есть выговор и есть замечания. В перспективе увольнения меня за нарушение трудовой дисциплины. Я думаю, что для всех, даже неосведомленных в действующем законодательстве, понятно, что при наличии такой записи в моей безупречной трудовой книжке устроиться на какую-либо другую работу, кроме как грузчиком, у меня у человека, имеющих два высших образования, не будет. И что сказать своим коллегам и студентам. Где трудовая солидарность нашего коллектива? Или все думают, что вас это не коснется? Коснется. Как только вы будете неугодны администрации, тогда внезапно выяснится, что вы неправильно заполняете журнал, что то, что вы преподаете, не соответствует тому, как бы это хотелось, чтобы преподавалось, и так далее, и тому подобное. Стоит вам только оступиться или заявить собственное несогласие, вы можете закончить так же, как и я. Но сейчас же вас это не касается. И вы очень надеетесь, что никогда не коснется. На самом деле, коснуться может это любого, кто работает в сфере образования. Студентам я могу сказать лишь одно. Те, кто учился у меня раньше, учатся сейчас. Те, кто умеет думать головой, отлично понимают, что моя цель всегда была научить вас сомневаться и думать своим, своей головой, своим умом, и искать истину, насколько это возможно, исходя из вашего уровня образования и желаний. Это самая главная цель, которую я всегда преследовал. И в завершении мне бы хотелось сказать следующее. Нас, конечно, защищает трудовое законодательство, но любой руководитель ощущает себя бояринам. А вверенное ему учреждение – это его вотчина, где к подчиненным он относится как к холопам, а значит, имеет право над ними как суда, так и всего остального. Потому что обжаловать их решение можно только в суде. И они пользуются своей безнаказанностью. Они опьянены этой безнаказанностью, потому что мало кто пойдет в суд. Мало кто будет судиться два месяца. Мало кто имеет юридическое образование. Мало кто потом будет обжаловать это решение еще несколько месяцев. И все время находиться в стрессе, ходить на суды, искать доказательства. Мало кто на это согласится. Мало у кого есть на это силы и средства. А пока будет действовать решение вашего руководителя. Единственное, чего они могут испугаться, потому что они не боятся правоохранительных органов, которые пишут формальные отписки. Они не боятся вышестоящего руководства, потому что все делается исключительно с их молчаливого согласия и одобрения. Они боятся только огласки своих грязных, темных дел, которые они делают в тишине. Под грифом секретно, чтобы это никуда не вышло, чтобы никто не узнал о том, как они действуют. И немножко о моральных качествах. Эти люди руководство. Знают, что в нашей семье я единственный, кто сейчас работает. У меня малолетний ребенок, которому чуть больше трех лет. Я единственный, кто содержу семью из трех человек. И они прилагают все усилия, чтобы меня уволить и лишить средств к существованию мою семью. Они же не знают, что у них это не получится. Они знают, что получится, и они действуют. Они вне морали. Для них эти моральные принципы им неизвестны. Они исполняют приказы, формально руководствуясь собственными интересами, корыстными или какими, мне не принципиально. Помочь мне можно только, наверное, одним способом сейчас. Это максимально распространить это небольшое видео. Максимально, насколько это возможно. Потому что они боятся огласки, как я сказал. И как только эта история станет достоянием широких кругов общественности, возможно, им позвонят из министерства, они испугаются и оставят хотя бы меня в покое. Дадут мне доработать с покоем. Извините, что возможно эмоционально эта ситуация длится 8 месяцев. Я порядком подустал. Меня поражает человеческая непорядочность. Может быть, поэтому это так эмоционально. И боритесь за права трудящихся, трудящегося народа, обычных людей, которые потом и кровью зарабатывают свой хлеб. Оставайтесь людьми. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова